Бульдозером по памятнику архитектуры прошлись в Балахне. Там снесли Дом культуры, который был признан объектом культурного наследия, но оказалось, что памятником его признали лишь временно, буквально на пару месяцев. Дом культуры Балахны в 2014 году был продан из муниципальной собственности местным бизнесменам. За эти два года ранее работавший клуб пришел в полный упадок. Но в начале года, в январе, Дом культуры указом Управления государственной охраны культурного наследия был включен в список объектов культурного наследия. Но вдруг, неожиданно, Балахнинский суд этот статус Дома культуры снимает и собственник тут же в Страстную субботу его сносит. Собственник подал в суд и решение суда признать незаконным приказ управления госохраной о присвоении статуса этому зданию. Статус ему присвоили временно, по-моему, в прошлом году после продажи. Был клуб раньше, с 1957 года. Он как исторический памятник был. Я в нем с самого начала, с первого дня и на танцы ходила, как раз 10-й класс получила. Все радовались этому клубу. Кружки были, взрослые выступали, пели, плясали все, и дети. Он исторический памятник. Я думала, его ремонтировать будут. А вы его видите, взяли да сломали. Вопрос, что с ним делать, он решался. Потому что здание в аварийном состоянии находилось. На его приведение в какое-то хотя бы более-менее достойное состояние нужно было денежных средств больше, чем оно стоит. Клуб был очень красивый, но он, естественно, требовал ремонта. Но он простоял сколько лет, наверное, столько, сколько мне. Его никто не ремонтировал. Но все равно его можно было отреставрировать. Первоначально, когда отсюда выводили ДК, оно было в нормальном состоянии. А потом его постепенно доводили до аварийного. Включили электричество отопления. У него уже крыша там провалилась. У меня никаких вообще сомнений не было о том, что детей тут надо убирать. И находиться там вообще долго, в принципе, нельзя. На самом деле, это, наверное, самый правильный выход был. Потому что сколько он там будет стоять, а не дай бог, что-нибудь случилось с каким-нибудь обрушением этого здания. Что тоже вполне возможно. В начале решили, здесь у нас есть такой Глушков. Он вроде бы его выкупил. Хотел здесь построить дом. Потом вроде бы снова будет клуб. Но ничего не получилось. Вы знаете, у кого есть деньги, тот и танцует барышню. Здание это принадлежит Владимиру Глушкову. В Балахне человеку довольно известному. Его брат Александр Глушков ранее был главой местного самоуправления в Балахне. Мы попытались поговорить с братьями Глушковыми, но не смогли. Ни на работе, ни дома застать их невозможно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Александр Леонидович здесь находится? Нет, вы здесь, да. Ну а вам его лично надо? Нет, его здесь. Вы, пожалуйста. Позвоните, если вам нужно. Кстати, по неподтвержденным данным, на месте Дома культуры Глушковы хотят построить новые жилые дома. В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области нам сегодня сообщили, что данный снос считают неоправданным действием. И о нем узнали только сегодня. И подробную оценку действием собственников обещают предоставить уже завтра.